В старой части города Чебоксара, среди исторических и архитектурных памятников, расположился единственный в своем роде музей сберегательного дела, в котором можно увидеть уникальную коллекцию денег. И не только. Наша съемочная группа узнала, с чего началось развитие сберегательного дела в России, о первых кассах и вкладчиках, условиях приема и хранения вкладов, об истории возникновения услуг и банковских продуктов. Музейная экспозиция ознакомит с историей развития сберегательных касс, от момента их зарождения до современности. Встречает посетителей сам Николай I. Именно он поспособствовал тому, чтобы 1 марта 1842 года в столице Российской империи открылась первая сберегательная касса. В этот день ее посетили 76 вкладчиков. Надо сказать, что для России середины 19 века подобные структуры не были чем-то принципиально новым. В стране уже существовала сеть кредитных учреждений. Прежде всего это вдовьи, судные и сохранные казны. В Чебоксарах первыми вкладчиками были, конечно же, купцы. Наряду с промышленностью активно развивалась торговля. В Чувашии было уже несколько на начало 19 века торговых домов, и самый крупный принадлежал тому же купцу Ефремову, и назывался Ефремов Сыновьяне. А вообще в 19 веке Чуваша занимала 6 место по развитию торговых домов. В музее бережно хранятся уникальные предметы и оборудование, на котором работали в разные периоды времени сотрудники Сберкасс. К примеру, вот этот арифмометр – механическая вычислительная машина. Долгое время помогала человеку умножать и делить, складывать и вычитать большие числа. Правда, чтобы работать на нем, нужно было прилагать большие усилия. И шум от нее стоял неимоверный. Многие экспонаты в этот музей принесли сотрудники или клиенты Сбербанка. На фотографиях их лица, в документах их судьбы, успехи и достижения. Документы собирались в архивах. Есть здесь своя коллекция монет и бумажных денег России. Можно сказать, создавалась живая летопись Чувашского сберегательного дела, которая с каждым годом лишь пополнялась и становилась все интереснее. Такую красоту грех скрывать от общественности. Поэтому в 2006 году новый музей распахнул свои двери. Причем жители и гости столицы Чувашии могут посещать его совершенно бесплатно. С понедельника по пятницу с 10 утра до 18 вечера. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.